Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минска. Сейчас я нахожусь в сезон номер один города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректные и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. 23 мая 2021 года на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания. Мы, солдаты Хамас, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфи экономик форум возвращаются домой рейсом Фокстрат Ромео 49-78. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Винюсом. С учетом серьезности поступившей угрозы информация из Национального аэропорта Минска была передана в соответствующие органы управления воздушным движением государственного предприятия Беларонавигация. Только представьте себе, что могло бы случиться в Винюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города. Если бы информация, не дай бог, оказалась бы действительной. Для безопасности рекомендации 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 рекомендации. Хорошо, это понятно. Дай мне минуту, пожалуйста. Бомба, где это пришло? Где вы найдете информацию об этом? Аэропорт, секретные staff сообщили, что они получили email. Экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее. В 12 часов 34 минуты диспетчерам было предложено воспользоваться услугами Национального аэропорта Минск. Необходимо отметить, что Национальный аэропорт Минск имеет все необходимое оборудование для посадки самолетов, даже в сложных метеорологических условиях и длину полосы в 3600 метров. Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации. Ему было сообщено, что первичная информация поступила в Национальный аэропорт Минск. До этого руководитель полета в Минску районную центр управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании Ryanair в Литве, но связаться с кем-либо из представителя компании у него не получилось. После получения и уточнения информации экипаж рейса «Форста Тромео 4978» в соответствии с установленными международными требованиями в 12.47 белорусского времени установил на борту самолета код ответчика 7700, указывающий на наличие аварийной ситуации. Команда и код ответчика, команда «Мэйдэй», а это по международной классификации «Терплю бедствия» для принятого во всей гражданской авиации, и код ответчика были включены в 12 часов 47 минут. Белорусского времени, оно и соответствует и московскому времени. 12 часов 47 минут. Оперативному дежурному центрального командного пункта военно-вздушных сил и войск противодушной обороны команда от диспетчера аэропорта «Минск-2» поступила в 12 часов 48 минут. Ровно через минуту после того, как командир экипажа принял решение возвращаться на аэродром «Минск-2». Дежурный экипаж, в соответствии с требованиями руководящих документов и нормативом по времени нахождения в готовности номер один, произвел взлет в 13 часов 04 минуты белорусского или московского времени. 13 часов 04 минуты. В это время воздушное судно, на котором было включено сигнал «Мэйдэй», уже находилось в районе населенного пункта Столбцов. То есть, еще раз повторяю, в 13 часов 04 минуты экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть, ни о каком заранее принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, ее не было. В любой стране мира, которая имеет на вооружении авиацию, она имеет в своем составе дежурные силы по противовоздушной обороне. Для чего? Для того, чтобы охранять воздушную границу, прежде всего, своей страны, своей республики. А второе, чтобы в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств у гражданских воздушных судов, о которых я вам всем сейчас докладывал, что они идут строго по определенным воздушным трассам. Вся воздушная пространство над любой страной, оно строго регламентировано, как и регламентировано дорожное движение на дорогах. Идут воздушные трассы. Все воздушные суда гражданские идут только по этим воздушным трассам, которые заранее согласовываются через диспетчерскую службу. И вот в случае форс-мажорных обстоятельств, это именно или потеря ориентировки экипажем, или у экипажа на борту случается какой-то непреднамеренный конфликт интересов, и это воздушное судно уклоняется от данной воздушной трассы, в данном случае мы обязаны, это международная практика, как вам доложил уже Артем Игоревич, поднять в воздух дежурный экипаж. Для чего? Для того, чтобы прежде всего оказать помощь командиру экипажа, первое, в восстановлении ориентировки, второе, может быть у него пропала радиосвязь, и мы установим эту радиосвязь в воздухе и окажем ему всю необходимую помощь. А может он нам сигналами, визуальным сигналами расскажет, что у него на борту находятся террористы, которые угрожают сейчас, так скажем, безопасности полетов, но экипаж об этом в воздух сказать не может. Подчеркиваю, что согласно стандарту 3.7.2, приложение 2, Чикарской конвенции, если воздушное судно стало объектом незаконного вмешательства, командир воздушного судна делает попытку в кратчайший срок выполнить посадку на ближайшем приемлемом аэродроме или на специальном аэродроме, назначенном соответствующим полномочным органам, если обстановка на борту воздушного судна не требует иного. В национальном аэропорту Минск был введен в действие соответствующий аварийный план. Установлены порядки, повещены и предъявлены в готовности соответствующие службы аэропорта и других органов госуправления. Мы очень сожалеем о том, что наши коллеги принимают какие-то эмоциональные решения, не дождавшись каких-то окончательных расследований. Предварительная информация направлена, установлена в порядке ВКО и направлена в авиационную администрацию государства регистрации, государства эксплуатанта воздушного судна. Значит, если есть заинтересованность у авиационных властей Литвы и, в первую очередь, у специалистов по авиационной безопасности принять наши предложения и рассмотреть эту ситуацию здесь, на месте, объективно рассмотреть все данные средств объективного контроля, мы их приглашаем для этого прибыть в Минск и на месте рассмотреть все эти материалы. То, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не в попыхах, а на основе всей имеющейся информации, тем более, что представитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность, включая в случае необходимости прием международных экспертов. Продолжение следует...